добрый день я надеюсь сейчас появятся участники нашего прямого эфира который сегодня посвящен что называется уму и тому как быть умным вот сегодня мы поговорим с вами о том что такое наше мышление каким образом она работает и чем вообще умный человек отличается от человека просто эрудированного ну я жду пока вы здесь собираетесь поэтому немножко потяну время скажу несколько слов про этот аккаунт в котором вы сейчас находитесь я на самом деле отношусь к большим теплом и интересом вот его делают ребята которые создали вместе со мной курс факт карты значит и мне нравится здесь дизайн мне нравится здесь атмосфера здесь очень много всякой разной полезной информации вот поэтому уверен что вы не пожалеете если на него подпишитесь и будете постоянно мониторить свое мышление наши проблемы состоит в том что мы к сожалению к мышлению своему относимся как вещи такой как будто бы естественные словно бы мы все хорошо мыслим и нам никогда не надо производить соответствующую работу для того чтобы наше мышление становилось лучше ну вот но правда состоит в том что мы должны научиться думать как следует мы должны развивать свои интеллектуальные способности навыки там и так далее вот я тоже всех приветствую спасибо вот кто-то тут шутит что есть черный экран вот но у меня не кое-что могу действительно про черное зеркало рассказать спасибо за добрые слова за ваши сердечки все вижу вот но сейчас сосредоточусь на рассказе потому что нам надо с вами ответить на главный вопрос нашего сегодняшнего эфира о том что такое ум и чем мы умный человек отличается от глупого на самом деле до сих пор не существует какого-то эффективного теста который позволил бы определить то насколько человек умен более того в психологии существует много разных теорий вот которые пытаются понять что же такое ум вот в частности есть теория так называемого глобального рабочего пространства баса который вот создал такую теорию которая он сам нейробиолог нейрофизиолог и соответственно вот он исходит из того что у нас есть вот такая способность выводить информацию которая готовится в разных отделах нашего мозга вот в некое глобальное рабочее пространство вот и попадание туда делает наше мышление действительно таким продуктивным с точки зрения создания каких-то решений которые нам необходимы значит есть кроме этого значит все вы слышали что интеллект я надеюсь что все слышали что интеллект бывает вот такой интеллект интеллект да и он измеряется айкью вот но это на самом деле средний показатель в популяции насколько люди этой популяции качественно справляются с определенными головоломками до его первым создал айзинг но вот после этого но несколько раз модифицировался и вот и сейчас является в общем таким стандартом определения интеллекта но при этом можно встретить огромное количество людей которые обладая хорошим айкью в общем не выглядят как умные или по крайней мере во многих вопросах ведут себя как полные идиоты да значит поэтому говард гарднер свое время подумав над этим поразмыслив определил что интеллект на самом деле бывает разный вот и он создал теорию множественного интеллекта и там появился и социальный интеллект эмоциональный интеллект и киностатический интеллект музыкальный интеллект визуальный интеллект и так далее вот значит и все эти интеллекты можно по-своему мерить вот но тоже опять же непонятно насколько человек обладающий соответствующими вот и разными разношерстными интеллектами все-таки является умным но действительно важно чтобы у него был социальный интеллект потому что от этого зависит насколько эффективно взаимодействует с другими людьми важно чтобы этот человек значит обладал эмоциональным интеллектом да это способностью понимать того что то что он сам чувствует со своими эмоциями мог уметь управлять своими эмоциями там и так далее ну вот но делает ли это его умным опять же вопрос то значит если говорить про вопрос успешности значит то но на детях по крайней мере придумали две технологии которые позволяют так сказать определить насколько успешным будет ребенок один это знаменитый машмарлоу тест который был предложен уолтером мишелом значит который собственно предполагает насколько человек способен ребенок насколько он способен контролировать свои импульсы но в целом вполне логично если вы можете контролировать свои импульсы то вы можете сложно справиться со сложными задачами если вы не можете контролировать и постоянно поддаетесь каким-то 7-минутным лечением и так далее, то вы вряд ли сможете достаточное количество усилий потратить на решение конкретных задач, и вы вряд ли будете успешными. Второй тест, который был также разработан, я про него рассказываю в ряде своих лекций, это тест Элвина Торренса, значит, тест креативности. Тест креативности Торренса. Значит, и в этом тесте детям даются какие-то формы, из которых, графические, из которых они должны изобразить картинку, не передвигая их с места, просто дорисовав что-то. И те дети, которые рисуют наиболее интересную картинку, те в будущем становятся, как правило, более успешными людьми, достигают лучших результатов. С чем это связано? Это связано, в первую очередь, с богатством воображения, богатством такой интеллектуальной функции, которая не зацикливается на каких-то стандартных, автоматизм, да, а может, так сказать, свободно двигаться, и вот эта способность освобождаться от автоматизмов, в заученных каких-то правил, действовать креативно, действительно может людям помогать. Вот. Но определяет ли это ум, опять же, да, здесь снова возникает вопрос. И вот для того, чтобы понять, что такое ум, да, и чем ум отличается от умения решать достаточно сложные задачи, вот, очень сложные задачи, ну, вы можете встретить замечательных людей с, людей, может быть, не очень замечательных, но с замечательными математическими, например, способностями, то есть они решают соответствующие задачки, но при этом они, например, в быту совершенно не, как бы сказать, неадекватны. То есть они как-то в своих абстрактных сферах более-менее что-то способны, ну, не что-то, а вообще что-то может даже замечательное сделать. Вот. А с точки зрения какой-то такой бытовой, прикладной, строго рациональный, я бы даже сказал, у них возникают просто удивительные проблемы, и часто с ними действительно очень сложно. Он выявляется это умом или нет? Вот. Значит, ну и соответственно, нам нужно понимать, в чем, собственно говоря, суть ума, да? Значит, чем она отличается от способности решать задачи и от креативности просто, потому что креативность – это тоже отдельное. Вы можете встретить очень креативных людей, которым постоянно в голову навевает какие-то супер-мега-мысли, но назвать их умными невозможно, потому что они реально совершают глупости, они действуют не продумав, они не способны учесть будущие результаты и так далее. Ну, как бы, но ума-то разве нет? Вряд ли. Вот. Значит, и, наконец, как отличить людей с вот такой, с эрудицией, богатым способностью к запоминанию, к знанию от умного человека? Вот. Но на самом деле запоминание... Я знаю нескольких выдающихся людей лично, которые обладают выдающейся памятью. Вот. Александр Глебович Невзоров, Белковский, Станислав Александрович, Быков, Дмитрий. Они все, ну, невероятно люди, как бы сказать, с невероятной памятью, да? Вот. Но сказать, что это было бы критерием их ума, нет. Потому что у каждого из них есть свой способ, какой-то очень специфический, вот, который позволяет им достигать их успешности в той деятельности, которую они избрали. то есть это точно не ограничивается одними лишь как бы характеристиками памяти. Что-то тут еще другое работает. И вот про это другое я бы хотел сейчас с вами поговорить. Значит, ну, как мы с вами знаем, мозг является органом, который использует самые разные свои зоны много по разным, в разных, как бы, целях и задачах. То есть нету такой области мозга, которая бы занималась только чем-то одним. Ну, то есть вот даже мозжечок, на самом деле, вот, казалось бы, орган, который специфически отвечает только за движение, точнее, за слаженность координации наших движений, как выясняется, он тоже играет не последнюю роль в интеллектуальной деятельности. Он точно так же, он как бы включается в целый ряд механизмов, связанных с автоматизмами нашей интеллектуальной деятельности и так далее. Вот, поэтому каждая зона мозга, она имеет большое значение. И поэтому в последнее время нейробиологи, нейрофизиологи занимаются тем, что они пытаются понять связь каких нервных центров, каких зон мозга, значит, наиболее актуальна и важна для, значит, для именно вот решения сложных задач, для понимания сложных вопросов. и к чему, в общем, собственно говоря, они пришли. Значит, сейчас разрабатывается такая очень большая, это вообще отдельное направление, такая сетевая нейробиология, которая изучает такие ключевые нервные хабы, хабы мозга ключевые, значит, где нервные центры как бы находятся в своей такой агрегации максимальной. И сейчас выявлено восемь таких ключевых зон, значит, которые находятся внутри мозга, это математически, да, потому что, ну, просто вы себе представляете, кора – это много клеточек, да, дальше все эти клеточки связаны друг с другом белым веществом, это их, собственно говоря, нейронные связи, полушарии связаны мозолистым телом, это все тоже нейронные связи, вот, и какие-то клетки, как бы сказать, связаны в большей степени с другом, какие-то в меньшей, и вот математически можно найти эти зоны, где, как бы сказать, является максимальной концентрацией взаимосвязей наибольшего количества клеток, то есть, это не физически эти клетки находятся, а, как бы, вот, контактность этих клеток, она максимальна, то есть, количество синапсов между друг другом, количество вызванных потенциалов друг другом, они там, как бы, максимальны, и вот, если мы возьмем эту большую восьмерку, то мы увидим, что, значит, ну, как минимум, как минимум, четыре, а то, может быть, и больше, вот таких главных хабов мозговых включены в две фундаментальные такие нейронные сети, вот, которые, то есть, эти вот хабы создают эти напряжения этих сетей, вот, значит, центральной исполнительской сети и дефолт-системы мозга, вот, значит, что это такое? Значит, наша центральная исполнительская сеть отвечает за нашу, вот, рациональную, логическую, такую деятельность, вот, то есть, она способна наше знание применить к реальности, вот, она способна собрать знания конкретно к конкретному поводу, и всякий раз, когда мы сталкиваемся с проблемой, мы обычно полагаемся на эту сеть, это логично, потому что она, собственно говоря, для этого и предназначена. Проблема состоит в том, что, когда мы конструируем здание своего знания, понимания, решения вопроса какого-то, вот, картирования какого-то аспекта реальности, мы нуждаемся не только вот в такой формально-логической работе с каким-то набором параметров, мы нуждаемся как раз вот в оригинальных решениях, вспоминаем тест Торренса, мы нуждаемся в том, чтобы правильно координировать в лечении, вспоминаем Машпарлоу-тест, Уолтера, Мишелла и так далее. То есть, условно говоря, на самом деле там куча всяких разных вещей, которые должны как бы собирать частички смыслов, вот, из которых вот центральная исполнительская сеть способна потом сделать выбор, да, есть такой выдающийся философ Дэниел Деннет, американский философ сознания, который пишет очень головоломные книги, но на самом деле действительно выдающийся исследователь и ученый, и вот Дэниел Деннет, он сформировал вообще концепцию так называемых множественных набросков или модели множественных набросков, ну вот, то есть, условно говоря, наша дефолт-система набрасывает много-много разных вариантов, а центральная исполнительская сеть из этих вариантов выбирает наиболее релевантные к данной ситуации и уже их конструирует. Но если не из чего конструировать, то, собственно говоря, оно и не будет рождаться. И вот вопрос. Мы можем конструировать это из отдельных знаний, знаний, которые мы приобрели в результате соответствующего опыта, точнее, соответствующего обучения. То есть, вас обучают, например, физики, вас обучают биологии, вас обучают инженерии, вас обучают маркетингу и так далее. Это набор знаний. И дальше центральная исполнительская сеть должна набрать какие-то элементы из этих ваших знаний и решить конкретную задачу. Но насколько она с этим справится? Если она будет использовать только знания, то, к сожалению, она будет крайне неэффективна, потому что знания, вами не прочувствованные, не ставшие частью вашего опыта и поэтому не внедрившиеся в вашу дефолт-систему, не превратятся в те самые наброски, из которых можно потом что-то в самом деле интересное собирать. И вот наша задача в чем состоит? Она как раз состоит в том, чтобы научить свой мозг, чтобы он не просто имел какие-то знания, а эти знания интегрировал с другими данными, которые он имеет о себе, о мире, о других людях и так далее. И тогда он получает действительно достаточно функциональные элементы будущего текста, будущего решения, будущие мысли. И чтобы эти элементы текста возникли, нам нужно соответственно проводить большую работу с той самой дефолт-системой мозга, которая, я надеюсь, вы читали чертоги разума, имеет вот такое эволюционное происхождение из нашей социальной психологии, из нашей способности видеть отношения между другими людьми. Точно так же, как отношения между другими людьми, мы видим и отношения между объектами. Но на таком очень примитивном уровне, вы знаете, отношения большого к малому, тяжелого к легкому и так далее, но это не дефолт-система. Дефолт-система, она значительно более такая глубинная вещь, потому что она проникает в сущностные отношения между различными агентами. То есть, условно говоря, увидеть, что есть земля и увидеть, что есть яблоко и что они падают, это может и обыкновенный примат, и даже не примат, еще более примитивное существо. Но подумать о том, что раз идет движение, значит, есть какая-то сила, которая воздействует, и что же это за сила, когда к земле все падает, да? И вот тогда у вас возникает идея гравитации, но она возникает, видимо, не у вас, мы уже пропустили эту фазу, она возникла у Ньютона, и теперь мы получено этим пользуемся. Но он увидел сущностные взаимоотношения между элементами, а не просто факт, да, падения яблока на землю. Ну, я сейчас опускаю то, что это, возможно, миф про яблоко и так далее. Я говорю про саму суть происходящего. И наша задача как раз тренировать вот эту дефолт-систему. Как мы можем это делать? Значит, здесь я могу рассказывать сколько угодно, значит, вы можете слушать меня сколько угодно, но я боюсь, что это не как бы самая эффективная история. Вот почему мы решили сделать такой очень простой я не знаю, можно сказать курс, можно сказать, он не курс, это просто на самом деле час видео, да, который так и называется «Попробуй факт карты». Значит, что за этот час происходит? Да, абсолютно бесплатный, чистый эксперимент, да, значит, вы что можете сделать? Значит, вы включаете это видео, соответствующую ссылку вы там найдете в описании. Значит, вы включаете это видео и дальше я очень кратко рассказываю какие-то такие ключевые вещи, вот, и мне помогает Юля, которая дает конкретные рекомендации. Вы в процессе этого часа, значит, проводите, решаете конкретную задачу, определяете, какую задачу вы хотите решить, а мы показываем, как задействовать дефолт-систему, которая у вас есть, для того, чтобы она накидывала вам, что называется, фактов. Значит, вот это, ну, реально очень простой эксперимент, да, потому что, ну, час времени, я вам честно скажу, это для создания факт-карты, ну, мягко говоря, маловато, да, если вы хотите создать такую настоящую факт-карту, да, то есть у вас есть проблема, например, связанная, я не знаю, вы хотите, думаете завести ребенка, не знаете, надо вам делать это или не надо, вы хотите получить повышение по работе и думаете, ну, как бы, что вам нужно для этого сделать, вы хотите на своей работе изменить там характер взаимодействия между сотрудниками и не знаете, как это сделать, вы находитесь в какой-то кризисной ситуации в связи с отношениями, там, я не знаю, с вашими партнерами, ну, я имею в виду, там, бизнес-партнерами, финансовыми партнерами, там, и так далее, значит, вы тоже, как бы сказать, нуждаетесь в серьезной проработке, но если вы возьмете небольшую проблему, которая не требует вот такого системного подхода и всех тех знаний, которые мы даем на онлайн-курсе уже большом и платным шаг за шагом, шаг за шагом, факт-карты, ну, вот, вы можете попробовать и почувствовать, как ваша дефолт-система работает, вот, мы проводим этот эксперимент всего несколько дней и уже получили сотни отзывов, значит, обратной связи по просмотру этого видео и заполнению факт-карты, вот, буквально, все называется, здесь, сейчас, буквально, мы там делаем паузы, говорим, там, сейчас вот пошло время, вы за это время делаете это, вот, за это время делаете это, там, и так далее, вот, и мы получаем совершенно выдающуюся просто обратную связь, я, честно говоря, не верил, что это возможно, но действительно, люди рассказывают про то, что у них, им пришли новые идеи, да, они увидели новые решения, значит, они почувствовали, что они про это раньше думали, но думали недостаточно, и небольшого пинка оказалось достаточно для того, чтобы им совершенно в новом свете додумалась эта мысль, и они знали, что с ней делать, да, значит, соответственно, это история, при которой вы что делаете, значит, вы по большому счету не полагаетесь на центральную исполнительскую сеть, да, а вы используете центральную исполнительскую сеть как автоматизм, значит, представьте, что в вашей голове существует множество набросков, да, множество отдельных карточек, на которых написаны разные ваши мысли, которые вы подумали относительно вопроса, которые вас беспокоят, эти мысли вы подумали, и они у вас, как бы, после этого взяли и убрали в архив, и они у вас разложены там на полках, да, вспомните, что такое умственная жвачка, мысли постоянно крутятся у вас, значит, крутится, вертится, шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочется упасть, а кавалер барышню хочется украсть, это музыкальная была пауза, мысли крутятся, вы продумываете соответствующую проблему, но время от времени, значит, и она возникает у вас в голове, вы что-нибудь подумали, что-нибудь заметили, да, на что-нибудь обратили внимание, что-нибудь для вас показалось интересным и важным, но вы-то после этого переключились на другие мысли, и, соответственно, у вас эти, значит, бумажки, эти наброски, вот, по Денету, они у вас раскидались по полкам, вот, и дальше они лежат там в хламе, вы же не систематизируете, вот вы знаете все файлы, которые у вас на компьютере находятся, я в ужасе, на самом деле, я смотрю вот эти папки, в которых там сложены все мои доклады, записки, выступления, там, какие-то проекты, там, чертов ступи, и так далее, я вообще не понимаю, что там такое, вот, и у вас примерно такой мозг, такой мозг, там, куча папок, ну вот, и в них все лежит, но, понимаете, вы в тот момент эту мысль засунули в эту папку, эту мысль засунули в ту папку, там, и так далее, и дальше вам, когда нужно решить вопрос, вам нужно, как бы, вроде бы, вот это все проинвентаризировать, и вы при мысли про это, думаете, давай про это, а давай мы подумаем про это завтра, вот, и вот это давай подумаем про это завтра становится просто ключевым механизмом, да, мы просто в ужасе, когда глядим про то, что мы про это должны думать, и нам становится дурно и скверно, но вот и методика факт-карт, она как раз использует те технологии, которые мы знаем про мозг, Мы знаем про то, как он, как бы сказать, распихивает эти факты, и мы знаем, как его доставать. И, собственно говоря, все лайфхаки факткарт, которые мы изучаем на курсе, на онлайн-курсе факткарты, они там исследованы. То есть, по сути дела, ваша центральная исполнительская сеть начинает работать как поисковик, как такой Google или Яндекс, кому что ближе. И этот поисковик начинает запрашивать все эти папки, используя наборы ассоциаций, которые у вас естественным образом возникают, когда вы на листе видите, как бы сказать, ряд отдельных фактов или моментов, составляющих. элементов ситуации. Вот. Мы же обычно-то, как бы сказать, системно не подходим, да, и системное мышление – это то, о чем мы думаем, когда в резюме пишем, что мы обладаем системным мышлением. Вот. А так-то навыки системного мышления, к сожалению, нигде не преподаются. Я, по крайней мере, ну, преподаются, я вам честно скажу. Есть даже книжки по системному мышлению. Вот. Иногда хочется это дать и плакать, глядя на эти книжки. Но что бы там ни было, вот, они часто такие, наоборот, как бы формально-логически, системное мышление – это не формально-логическая вещь, да, почему, как бы сказать, наука пришла к теории хаоса, да, вот, потому что реальный мир не подчиняется формально-логическим связям, потому что вы не можете инвестировать, инвентаризировать все мысли, все силы, которые действуют в рамках конкретной ситуации. Поэтому погоду так сложно предсказывать. Там все ругаются на метеорологов, но правда состоит в том, что они не могут предсказать. Ровно так же, как и врач, который проводит операцию, он не может вам сказать, чем дело кончится, да, он может сказать, с какой вероятностью дело кончится так или иначе, да. И метеорологи говорят, вероятность дождя 10%, вероятность дождя 40%, вероятность дождя 60%. То, что вероятность 60% не знает, что будет дождь, да. Но просто при таких факторах обычно случается, не, не обычно, а в 60% случается дождь, а в 40% не случается дождя. И при такой операции, там, из 100 человек 2 человека умирают, а 98% остается в живых, а где-то 60% умирают, и только 40% остается в живых, да. Но кто вы, никто не знает, да, потому что количество факторов, которые воздействуют на вот эти вот ходящие воздушные потоки и на организм, который принимает решение, жить ему дальше или нет, оно не поддается учету, слишком сложное. Вот что такое системное мышление. Когда вы учитесь видеть набор взаимосвязей, и когда вы понимаете, что вы никогда не получаете 100% результат, да, вы должны обязательно, как бы сказать, считать вероятности и видеть, что на вашей факт-карте, где вы располагаете разные факты, они обладают разным весом. То есть вот вес этого факта, как бы сказать, в рамках той проблемы, которую вы решаете, он вот такой. А как вы это определяете? Вы же не можете взвесить. А вот тут нам приходит как раз на помощь дефолт-система, потому что эти факты организуются в семейство, да, и к этим фактам начинают прилипать другие факты. И если там начинает прилипать гора, то это значимый факт, он увеличивает свой вес. И вы можете физически ощущать на карте весомость различных фактов. И, конечно, задача в рамках факт-карта не решается на листе бумаги, она решается внутри вашей головы. Но лист бумаги выступает, как бы, таким проекцией того, что происходит в вашей голове, и вы можете, не утрачивая мысль, понимаете, продолжать набрасывать эти наброски. И, как бы сказать, центральная исполнительная сеть, выступая в качестве такого автоматизма, такой поисковика, да, она вам помогает в решении этой задачи. Ну вот, поэтому это ключевые вещи, которые я вам хотел сказать сегодня по вопросу, связанному с умом. Вот, еще раз подчеркиваю, нету, если нет инструмента, который позволяет вам высчитать интеллект человека, значит, эта штука не то, что вы про нее думаете. Услабливаете. Если бы вы правильно могли определить уровень мышления человека и доказать, и сказать, да, и мы проверим это на практике, и это будет работать, что ж, прекрасно, вы можете найти соответствующий инструмент. Если вы нашли инструменты, но вы не можете определить мышление, точнее, определяете, но как бы дальше возникает черт знает что и непонятно кому к чему пришить, значит, вы не очень хорошо понимаете мышление. И мы все до сих пор не очень хорошо понимали мышление, потому что не понимали, каким образом наш мозг строит эти мысли. И вот, собственно говоря, то, чем я занимался на протяжении последних лет, это было прежде всего изучение всего корпуса тех научных исследований, которые касаются мышления, принятия решений, когнитивных искажений и так далее, и так далее. И вот всю эту информацию я максимально упрощая, как бы сказать, превращая ее в более функциональную, более полезную, более эффективную, я, собственно говоря, и использовал в курсе факт-карты. Но нужен вам этот курс или нет, вы узнаете после того, как поставите сами перед собой и сами с собой этот следственный эксперимент. Изучите соответствующее видео, которое называется «Попробуй факт-карты». И в рамках этого видео создадите свою первую факт-карту. Почувствуйте этот фокус, этот «мэджик», который мы можем производить со своим собственным мозгом, если действуем в соответствии с тем, как он устроен. Вот почему мы изучаем мозг. Не для того, чтобы иметь какие-то абстрактные знания о нем, а для того, чтобы пользоваться им и улучшать качество своей жизни. В конечном счете, качество нашей жизни определяется нашими решениями. Насколько они адекватны реальности, насколько они эффективны, насколько они приводят нас к тем целям, которые для нас действительно важны. А принять такие решения невозможно, если вы не учитываете всего пространства фактов, которые влияют на результат. И вот обучиться этому схватыванию этого объема фактов – это, мне кажется, такая задача первого порядка. После этого уже можно предъявлять какие-то требования к миру. До тех пор, пока мы не умеем с ним правильно взаимодействовать, предъявлять к нему требования бессмысленно. Поэтому сначала тренируем мышление, а после этого уже в реальности получаем результаты. Чего я вам очень пожелать хочу. И надеюсь, что наше экспериментальное видео поможет вам в этом. Ну, я думаю, это основное, что я хотел вам сегодня рассказать. Надеюсь, что вам будет интересно работать с самими собой. И хочу вам от всей души пожелать удовольствия от работы с собственным мышлением. В конце концов, умными можно стать, если захотеть. Поэтому давайте использовать эти возможности и улучшать свою жизнь. Ну, на этом я закончу. Спасибо большое за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok